Коллеги, всем доброе утро. Меня зовут Евгений Грецов. Всех вас приветствую. Хотел бы, в первую очередь, проверить, давайте проверим звук, видео, как меня слышно, видно. Видно, слышно, все хорошо. Хорошо. Мы с вами продолжаем обучающий курс «Мальдивский вояж», напомню, который будет проходить у нас в течение всей этой недели. Мы с вами будем знакомиться, общаться и узнавать информацию из одних из самых лучших отелей в данном направлении. Сегодня у нас день будет посвящен отелям «Лакс Коллекшн». Это два отеля. Отель «Лакс Нос», который находится в северном Малиатоле, новый отель, и отели «Лакс Саус», который находится в южном Малиатоле, популярный также отель в данном направлении. И я с удовольствием передаю слово представителю Наталье Выбер, директору по продажам и маркетингу данных отелей. Наталья. Сейчас мы с вами подождем. Доброе утро всем. Доброе утро, Евгений. Как ваши дела? Отлично. У нас не такая солнечная, конечно, погода, но уже пахнет весной. Уже есть предпосылки, да, уже больше позитивного настроя. Я предпочитаю вам слово, да, чтобы рассказали ваши замечательные отели, и отключить, чтобы не создавать помехи. Хорошо. Спасибо огромное. Спасибо. И спасибо большое всем вашим агентам, которые сегодня с нами. Этим утром нам приятно, что интерес к нашим отелям есть, что наши отели знают. Кстати, вот напишите в чате, пожалуйста, плюсики, те, кто с нами уже знаком, очно или заочно. И минус, если вы про Лаксы слышите впервые, чтобы я тоже понимала, насколько издалека и насколько сначала, да, и насколько детально мне стоит рассказать о наших отелях и о концепции в чате. Вижу много плюсов в чате. Спасибо. Вижу много знакомых даже имен. Очень приятно, что вы все сегодня здесь. Вижу, что есть и новички. Кто-то видел только наши маврикийские отели. Хорошо, понятно. Ну, тогда в трех словах я расскажу вам о концепции и поделюсь именно информацией о наших фишечках, потому что фишки – это то, что отличает Лаксы в первую очередь, да. Когда мы говорим о Лаксах, фишки нам приходят на ум самыми-самыми-самыми первыми. Так вот, что же такое Лакс, да, и с чем его нужно кушать? Как его правильно предлагать клиентам и в чем заключаются изюминки? Ну, позвольте для начала, наверное, мне представиться, почему, собственно, здесь с вами сегодня я. Меня зовут Наташа Вебер. Я проживаю на Маврики последние 18 лет и работаю с цепочкой Лакса последних 9 лет, то есть уже достаточно давно. Наши отели, как вы знаете, представлены на многих тропических островах. Это и Маврики, это и Мальдивы, это и остров Реньон. Есть также у нас отели в континентальном Китае, но сегодня в рамках обучения по Мальдивам мы рассказываем, да, как Евгения уже озвучила, о наших двух мальдивских жильцужинах. Это Лакс Нов Мали и Лакс Сауф Ари Атол. Прежде чем мы приступим непосредственно к отелям, буквально несколько слов о бренде, да, что стоит за брендом Лакс. На самом деле бренд Лакс предоставляет, как мы говорим, новый вид лакшери отдыха. Что мы вкладываем в эту фразу, да, какой ресурс у нас сейчас самый редкий, мы все с вами всегда жалуемся на нехватку времени. Нам не хватает времени учить иностранные языки. Мы иногда сетуем после выходных, что мы недостаточно времени провели с нашими детками и хотим больше времени уделять детям и любимым людям. И вот время на самом деле самый редкий, да, и самый желанный ресурс сейчас, вот в этот конкретный момент. Поэтому мы на курортах Лакс хотим максимально упростить лакшери отдых, потому что лакшери отдых стал, ну, слишком сложным. Да, у гостей столько опций, столько информации нужно в голове держать. Не забыть здесь этот мастер-класс, потом туда, потом сюда. Вечно нужно проверять программу, что там дальше происходит, да. И какие-то иногда даже простые процессы становятся сложными. Вспомните ваш последний рекламник, когда вы куда-либо ездили, да, и вы хотели просто вечером лечь спать. Иногда даже такое простое действие в некоторых гостиницах превращается в квест, да, называется «Найди все выключатели и попробуй выключить весь свет, чтобы лечь спать». В некоторых отелях это не так-то просто. Мы стараемся все процессы максимально упростить, чтобы гости естественным образом, да, находили решение от своих вопросов и могли концентрироваться на главном, могли концентрироваться на своих дорогих и любимых сердцу людям. В Лаксах важно каждое мгновение, и мы делаем каждое мгновение особенным, да, потому что все-таки островной отдых, отдых на островах – это дорогостоящие мероприятия. И наши с вами общие гости, они какое-то время его планируют. Все-таки не все наши гости решили в четверг лететь на Мальдивы, и в пятницу туда уже летят, да. Соответственно, поскольку такие большие вложения, и не только бюджет, да, вложение сил, времени в то, чтобы выбрать отель, да, ожидания от этого отдыха у гостей очень и очень высокие. Поэтому нам, как отельеру, тоже важно оправдать эти ожидания, чтобы каждая минуточка, каждая секундочка, проведенная на наших курортах, стала для ваших и наших гостей особенной. Мы помогаем людям праздновать жизнь. Вдумайтесь в эту фразу. Это не просто банальный праздник каждый день, а это именно наслаждение жизнью, это упоение жизнью. Это вот, знаете, создание воспоминаний, создание впечатлений, да, потому что, как говорится, во впечатлениях и воспоминаниях самое главное – это момент их создания. Так вот мы, как отельер, именно над этим и трудимся. Многие, кстати, ошибочно полагают, что «Лакс» – это аббревиатура от «Лакшери». Нас это не сильно расстраивает, потому что «Лакс» – это, конечно же, в первую очередь звездочные отели, но это не совсем верно. «Лакс» происходит от латинского слова «люксус» или «свет». «Лаксы» в первую очередь легкие, яркие, да, светлые. И это отражается во всем. И в дизайне номеров мы больше используем светлые тона. И в оформлении пространства, минимум мебели, максимум пространства. И в некоторой вот нашей легкости в общении, да, потому что вы на курорте, вы хотите вот, чтобы все проходило налегке, вы не хотите быть серьезными, вы хотите смеяться и улыбаться каждый момент. И это в некотором смысле легкая поступь, да. Мы хотим сохранить наши острова в том виде, в котором они есть, максимально долго. Чтобы не только мы, но наши детки и все последующие поколения смогли насладиться этой красотой вокруг нас. Символом нашего бренда является вот такая вот звездочка. И слоган компании звучит как «лайто, брайто, ярче и легче». И еще очень важный момент в лаксах. Мы всегда стараемся принести нотки чего-то локального в наши отели, чтобы даже не выходя за пределы курорта, наши с вами гости смогли прочувствовать специфику направления. Что еще нам очень помогает? Это наши фишки, да. Вот многие здесь писали, что вы знакомы с нашими отелями. Я думаю, вы с легкостью назовете несколько фишек, особенно, да, те коллеги, которые уже были в наших отелях. Вы тоже писали, что смотрели отели на Маврикии в частности, да. Многие агенты с легкостью вспомнят несколько фишек. И это именно вот те изюминки, которые вам впоследствии помогают в продажах. Это именно вот эти вот эмоциональные зацепочки, которые остаются в памяти наших коллег и наших туристов еще долгое время. Одна из фишек – это наши кофейники «Кафе Лакс». У нас есть свой собственный бленд кофе. Мы возим зеленые зерна из Бразилии, Батемалы и Эфиопии и сами обжариваем их на наших курортах. То есть ваших гостей всегда ждет свежепожаренный, свежезаваренный кофе. Если вы желаете обучиться искусству делать рисуночки на лоте или капучино, мы всегда с удовольствием вас этому обучим. Это всегда интерактивный процесс. А вот утро, когда они обжаривают кофе, знаете, вы заезжаете в отель. Я часто, бывает, встречаюсь с рекламниками, да, допустим, за завтраком, подъезжаю утром в отель. И вот этот запах свежепожаренного кофе, можно посмотреть, как работает, да, вот эта машина обжарки, как там кофе перемещается, как его остужают. Это полностью интерактивный процесс, все гости могут в этом участвовать. И сам кофе, мы же все с вами кофеманы, да, чайманы и кофеманы. И вот как важно пить хороший кофе, потому что лакшери отдых, он ведь в деталях. Вы можете пойти в классный ресторан, скушать лобстера, выпить самое дорогое шампанское на планете. Но вот если кофе в конце будет не очень, то и впечатление общее от ужина смазывается также. Поэтому вот очень-очень важно, чтобы каждая деталь, да, и кофе в том числе, были хорошего качества. Также, как важно пить хороший кофе, важно удобно и комфортно спать вдали от дома. Во всех наших отелях есть специальные матрасы Sleep Tight, благодаря которым вы с самой первой ночи, да, погружаясь в кроватку, вот вы спите как малыш до самого утра. Что еще из фишек? Наша собственная линия косметики. Для СПА-центра мы используем линию ЛАКСМИ, которую мы разрабатывали совместно с Ширли Пэйдж. Ширли Пэйдж, если вы не знаете, это один из ведущих аромотерапевтов нашего времени. Вся косметика основана на натуральных аромомаслах. И что самое приятное, да, Ширли использовала те растения и цветы, которые произрастают на наших тропических островах. То есть вот именно эти островные запахи. И еще она разработала не только линию продукции для СПА, но и ту продукцию, которую я использовала в номерах. То есть это шампунь, гель для душа, мыло, кондиционер для волос. Поэтому если вы бывали в наших отелях, наверняка тоже можете поделиться впечатлениями о качестве той продукции, которую мы используем и в СПА-центре, и в номерах. А еще, кстати, знаете, что я вам хочу сказать? Есть классный спрей, вот пишут, да, про духи как раз. А у нас еще есть спрей для номеров. И у меня была такая история, что когда мы проводили вебинары выездные с партнером по региональным городам, я привезла с собой несколько пустылочек. И перед вебинаром брызгала просто немножко в зале, в конференц-зале, где мы проводили вебинар. И было так интересно, потому что агенты, которые приходили на вебинары, на семинары, они говорили, которые уже были в наших отелях, они заходили и прямо говорили, вау, это же запах лакса. То есть вот настолько эти впечатления садятся в памяти у наших гостей и у наших партнеров, что это вот не только визуальные воспоминания, да, это не только звуковые воспоминания, но даже вот есть такие воспоминания, основанные на запахах, они действительно с вами остаются потом еще очень и очень надолго. А что еще из фишек? Ну какой же отдых на островах без мороженого, да, согласитесь? Тоже важный момент. У нас на территории всех наших курортов есть вот такие вот ретро-киоски с мороженым. И на самом деле есть полностью обезжиренные версии мороженого и сорбей, если вдруг вы дама и сильно переживаете за вашу фигуру, не переживаете, да, есть обезжиренные полностью версии, можете кушать мороженого сколько угодно, много, это не будет доставлять никакого вреда вашей фигуре. Ну а маленькие гости, конечно, у нас здесь самые частые клиенты, есть миллион различных присыпочек, которые можно добавить, да, в ваше мороженое и сделать ваш рожок, да, или вот эту вот баночку с мороженкой еще более визуально привлекательной. Что еще из фишек мы с вами можем вспомнить? Кино под открытым небом. Представьте, как было бы классно, да, вы уселись на надувной диванчик или на чечевичный пуф, и перед вами вот такой вот экран, натянутый на фоне Индийского океана, либо между пальмами, и вы в обнимку с вашим любимым человеком смотрите что-то из последних новинок, да, за бокалом шампанского или за бокалом вина. Кстати, мы всегда сервируем попкорн, все как в кино, все как полагается, в лучших законах жанра. Что еще? Вот эту фишку тоже, кстати, вспоминаю часто, и она такая очень яркая, очень инстаграмная. На территории всех наших курортов есть вот такие вот а-ля лондонские телефонные будочки. Зайдя куда, можно бесплатно звонить по всему миру, да, и вот казалось бы, есть Wi-Fi на территории всего отеля, у нас у всех есть смартфон, да, и там у вас и Viber, и Skype, и WhatsApp, и FaceTime, и что у вас тут есть, они не хочу. Но люди любят ретро, они действительно любят зайти в будочку, понажимать кнопочки, услышать любимый голос, да, это вот как привет из детства такой. Ну, и это очень классная яркая инстаграмная локация, поэтому если вы обратите внимание на наши соцсети, вы заметите, что эти будочки у нас там достаточно часто на самом деле фигурируют, да, и их там можно заметить и отметить. Еще одна ретро-фишка, тоже такая очень классная и интересная, это послание в бутылке. Если вы прогуливаетесь по территории курорта, всегда, пожалуйста, обращайте внимание по сторонам. Возможно, где-то присыпанная песочком, или под пальмой, или в цветах, может быть, даже в библиотеке где-то на полке с книгами спятана вот такая вот пиратская бутылка, найдя которую, можно получить классный приз. У меня, кстати, есть небольшое видео. Давайте посмотрим, в каких локациях можно искать или можно найти наше послание в бутылке. Попробую для вас сейчас включить видео. Есть. Так, почему нет? Можно тогда попросить администратора? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Попробую для вас. Спасибо. Найдя такую пиратскую бутылку, можно получить классный приз. Это может быть коктейль с шампанским на закате, это может быть спа-процедура, это может быть какая-то мягкая игрушка, если детки нашли этот памятный подарок. Поэтому обращайте всегда внимание по сторонам и предупреждайте ваших гостей. Я думаю, это станет классным сюрпризом во время их отпуска. Что еще? Дерево желаний. Наверняка многие из вас знакомы с китайской легендой, согласно которой, если вы чего-то очень сильно хотите, вы можете написать свое желание на кусочки папируса, привязать его к ветке дерева желаний, и считается, что в полночь все самые искренние, самые чистые желания поднимаются во Вселенную, и самые сокровенные из них, самые вот такие вот истинные, они обязательно сбываются. Мы, конечно же, пока как ательер не можем вам гарантировать исполнение всех желаний, но раз в год по этим желаниям, обычно под Рождество, мы проводим розыгрыш, и счастливчик может вернуться к нам на несколько ночей бесплатно. Согласитесь, тоже такая приятная фишка, и почему бы не попробовать и не оставить свое сообщение на ветке дерева желаний. Я думаю, что ваше желание обязательно исполнится. Что еще? Следующая фишка более практичная. Это наша коллекция вин с Крукап, это эксклюзивная коллекция вин, представленная только в отелях уровня Лакс. Мы работаем с пятью виноградниками в ЮАР, едем туда в конце сезона, пробуем урожай, если нам нравится, выкупаем партию целиком. Кто нам это дает? Ну, во-первых, поскольку мы покупаем большой объем, то цена за бутылку получается очень и очень интересной. А на Мальдивах, как мы с вами знаем, частенько наши гости жалуются на дороговизну алкоголя и вин. Если бутылка вина, например, Старого Света может стоить от 70-80 долларов за бутылку, то вина Нового Света, они, поскольку мы их покупаем здесь большими объемами, они у нас получаются где-то от 40-45 долларов за бутылку. Согласитесь, есть разница. И, конечно же, когда вы находитесь на Мальдивах, и у вас один остров, один отель, это значительно упрощает ваш отдых и экономит ваш бюджет. А почему, собственно, и нет. Ну и вина Нового Света, я думаю, в рекламе уже давно не нуждаются. Мы все с вами успешно и давненько уже дегустируем вина Нового Света. Панама Head Station. Еще одна из наших фишек. Мы возим экологически чистые панамы из Эквадора. Можно выбрать цвет ленточки, полностью ее персонифицировать, да, вышить на ней свои инициалы, либо свое имя. Я думаю, что такая шляпка станет еще хорошим спутником во всех ваших последующих поездках. Очень классный воркшоп фотофанатики. И на самом деле я его всегда очень хвалю. Он подходит для всех возрастов, но особенно он интересен подросткам. Зачастую в некоторых отелях есть очень сильные детские программы или развлечения для взрослых, но вот подросткам как-то не так много развлечений предлагается. В Лаксах моя дочка больше всего обожает вот этот воркшоп. Мы прям, когда приезжаем, допустим, на выходные в один из наших отелей, она прям вот первым делом туда. Во-первых, здесь мы обучим вас искусству фотографии на любом из гаджетов, которые вы привезли с собой. Там смартфон, iPad, если вы GoPro привезли, подскажем какие-то, да, вот вещи, которые с ними можно делать. Проведем по всему отелю, покажем самые инстаграммные локации, покажем, какие креативные видео можно сделать под разными ракурсами, обучим вас первичной обработке фотографий. Если вдруг вы там каких-то гаджетов не привезли, вам не хватает, вы можете взять у нас в аренду. У нас есть наземные GoPro, подводные GoPro, инстакамеры, есть дроны. Поэтому этими, этой техникой тоже, да, можно воспользоваться во время вашего отпуска. Для тинейджеров прям особенно рекомендую, это действительно очень крутой воркшоп. Еще один воркшоп, который нам с дочкой тоже очень нравится, это скорее такой, знаете, семейный воркшоп. Есть, кстати, вопрос в чате, вижу, по поводу дронов. Дроны разрешены, но в определенных зонах, да, потому что мы, конечно же, тоже и хотим защитить приватность наших гостей. Если вдруг вы там в летнем дубшике принимаете душ, конечно же, вы не хотите, чтобы дроны летали над вилами, но есть определенные зоны, где можно использовать дроны. Вот. Возвращаясь, значит, к нашему семейному воркшопу, это John Card Studio и галерея. Это воркшоп, где мы даем вторую жизнь объектам обихода, которые уже отслужили свою первую, да, то есть что-то мастерим руками из подручных материалов. Тут можно шить мягкие игрушки, можно писать акриловыми красками на камушках или на холсте. Можно, опять же, создавать пиратские бутылки, кстати, очень часто, да, оформляют вот именно пиратские бутылочки здесь. Детки оформляют фотографии. У меня, по-моему, тоже есть небольшое видео. Давайте попробуем еще раз поставить видео. А, видео у нас было про фотофанатики. Тоже вот интересно, да, покажу вам небольшое видео, как проходит наш воркшоп по фотофанатикам. Почему бы и нет? Пусть у нас с вами будет наглядный пример. Сейчас попробую подгрузить видео. Вот это видео гораздо быстрее подгрузила. Отлично. Смотрим. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Ну что ж, вот такие креативные воркшопы, да, можно найти в наших отелях. Если вдруг видео у кого-то не подгрузилось, мы обязательно потом предоставим ссылочки на все видео, вы сможете посмотреть еще раз, да, просто может быть у вас чуть более медленный интернет, не переживайте. Вот. Был вопрос в чате по поводу стоимости касательно, да, воркшопов. Смотрите, если это групповой воркшоп, да, и он идет в наше запланированное время во время программы, то за него не будет доплаты. Если вы хотите индивидуально какие-то уроки заказать, да, и это делается непосредственно для вас или для ваших детей, то будет небольшая дополнительная стоимость. То есть, джан-карт, студия и галерея, как правило, идет бесплатно. Вот. То есть, здесь никаких дополнительных расходов не нужно. И дети, кстати, обожают. Я вот за что люблю джан-карт, студию и галерею. Допустим, последний раз мы с дочкой там шили мягкие игрушки. Ну и на все про все у нас ушло где-то, наверное, около часа. И вот в это время, пока ты вроде делом занят, да, но в то же время вот вы сидите всей семьей, болтаете. И это так сплочает, это позволяет вам узнать что-то новое о ваших детках, да, или о вашем партнере, или о вашем супруге. Поэтому здесь, ну, вот как бы такое милое, милое, классное семейное время. Вижу еще один вопрос в чате касательно мороженого. Мороженое платное или бесплатное? Мороженое платное, но стоимость умеренная на самом деле, поэтому без проблем. Для детей есть определенные часы, да, когда мы порой предоставляем его бесплатно. Поэтому сняйте на месте в отеле, пусть это будет хорошим сюрпризом. Ну что, а мы с вами продолжаем. Свадьбы и свадебные церемонии. Ну, на Мальдивах, как вы знаете, да, это только символические церемонии. На Маврикии мы можем делать полноценные свадьбы, но Мальдивы – это либо символическая церемония, либо такая романтическая фотосессия. Поэтому, если есть такой план у вас или у ваших гостей, то тоже можем его с удовольствием реализовать. Программы по защите окружающей среды, да, как я уже говорила, тоже очень важный пункт для нас. Мы сохраняем наши острова и активно участвуем в программах по защите окружающей среды. И еще из более последних таких новеньких фишек – это Lux.me Wellness Concierge. Вы подписали контракт с лондонской фирмой SP&Co, да, и пользуемся услугами таких вот консьержев, потому что все больше и больше наших гостей хотят вести правильный образ жизни, активный образ жизни, правильно питаться, даже находясь на курорте. Наш консьерж проведет с вами первичную консультацию, да, проанализирует полностью ваши сильные группы мышц, слабые группы мышц, подскажет, какими упражнениями правильно это все можно сбалансировать, как лучше питаться, чтобы, опять же, да, все процессы в вашем теле проходили максимально позитивно для вас. Более того, вы можете по этому плану питания начать питаться, уже находясь в отеле. Можно поговорить с шеф-поваром, да, и адаптировать какое-то специальное меню для вас. Все это можно также дополнить нашими классами, уже существующими в отелях, да, это йога и стретчинг, или там, допустим, аэро-йога. И также можно дополнить спа-процедурами по вашему вкусу. То есть тут тоже такой спектр услуг достаточно широкий. Более подробно о наших фишках всегда можно почитать на нашем сайте. Коллекция наших фишек постоянно, да, пополняется и дополняется. Как мы говорим, 35 бесплатных удовольствий, да. То есть много очень, на самом деле, у лаксов фишечек. Есть фишки, которые характерны и для всех лаксов, да, я сейчас их вам обозначила. И более того, есть некоторые фишечки, да, которые характерны для каких-то отдельных отелей. Ну что, есть ли вопросы еще в целом по бренду? И если нету, то потихонечку будем переходить непосредственно к отелям. Про мастер-классы. Смотрите, мастер-классы, все, что групповое, оно идет бесплатно. Все, что индивидуально, оно будет идти, естественно, за дополнительную бесплату. Вот. Ну что, еще у нас какие-то вопросы, в общем, по бренду есть. Если нету, я буду потихоньку подключать презентацию отелей. Начнем мы с вами с отеля Лакс Сауф Ари Атолл, наша пятерочка, и потом постепенно будем переходить к отелю Лакс Сауф Ари Атолл, который немножко повыше уровням, уровнем 5D Лакс. Но начнем с южного, да, как мы его коротко, любя, называем. Лакс Сауф Ари Атолл. Как следует из названия, да, расположен в южном Ари Атолле. Соответственно, как мы туда добираемся? Добираться туда можно двумя способами. Либо мы летим 25 минут на гидросамолете, либо можно добраться местными авиалиниями. 20 минут на самолете и 10 минут на лодке от соседнего острова. Если вы летите гидросамолетом, то в терминале гидросамолетов у нас есть свой собственный лаунч, который мы с вами видим на фотографии здесь. Им можно воспользоваться по прилету, пока вы ждете ваш гидросамолет. Есть также возможность воспользоваться им на вылете за небольшую дополнительную плану. Что касается самого острова. По мальдивским меркам очень большой остров, да, потому что здесь у нас получается 1,8 километров в длину, да, почти 2 километра считайте, и до 200 метров в ширину. То есть у вас по периметру фактически 4 километра пляжа, да, есть куда пойти гулять, есть куда поехать на велосипеде. И для мальдивских островов, да, это считается очень и очень большой остров. 193 виллы частично расположены на воде, частично расположены на суше. В общей сложности у нас 8 категорий, да, 4 из них на пляже и 4 из них расположены над водой. Если мы говорим о размещении, базовая категория у нас называется бич-павильон. Бич-павильоны у нас идут в дуплексах по 2, да, то есть вот такие вот домики разделены. Стены общей стеной, то есть они идут действительно вот сообщающие. Есть с одной стороны один бич-павильон и со второй стороны второй. Каждая из них по 60 квадратов. Очень удобно для размещения семей с детками. Например, родители живут в одном из номеров, да, дети во втором. Вы можете на ночь оставлять дверь открытой, и у вас есть прямая видимость на ваших деток, да. То есть если детки такие помладше, то вот для семей это прям очень и очень удобно. Более люксовый вариант размещения для семей это фэмили-лагун-павильоны. Они тоже идут, получается, там две спальни, да, в одном здании, но здесь существенное различие. Они сообщаются общей прихожей, да, то есть у вас общая прихожая, из нее две двери, и дальше пошли две спальни, и у каждой спальни своя ванная. То есть это больше подойдет для семей, где дети чуть постарше, да. То есть, в принципе, вы можете все двери оставить открытыми, вы будете слышать своих детей. Но вы не будете, у вас не будет вот этой вот прямой видимости, да, как примешь комнатные двери. Вижу вопрос в чате по поводу бич-павильонов, есть ли гарантия одного дуплекса. Да, если они бронируют интерконнект, и дети маленькие, конечно же, там и в таких случаях, всегда блокируем для них номера в коннекте. А фэмили-лагун-павильоны, они, в принципе, юнитом продаются, поэтому здесь как бы даже не нужно указывать, что вам они нужны в одном дуплексе, он, в принципе, идет как двухспальный номер. Так, если едет пара, и пара хочет больше приватности, тогда вот для таких гостей мы рекомендуем бич-виллы. Бич-виллы – это уже отдельно стоящая категория, да, то есть они идут один домик, одна бич-вилла, 95 квадратов, максимальное размещение здесь трое взрослых, да, или 2 плюс 2. Опять же, хорошо для бюджетных семей, да, если у семьи нет бюджета, чтобы брать два бич-павильона сообщающихся, они могут взять одну бич-виллу и размещаться здесь до 2 плюс 2. Один ребенок тогда будет спать на дополнительном диванчике, да, вот который мы с вами видим на заднем плане на фотографии серой, и дополнительно еще будет ставиться односпальная кровать. То есть вот такое вот размещение у нас идет в бич-виллах. Более романтичная категория, да, для пар, уединение на пляже, это бич-пул-виллы, их у нас 12, чуть побольше по площади, 116 квадратов, вот, и на заднем дворике здесь у вас будет такой классный планч-пул, да, небольшой бассейн с пресной водой, где тоже можно охладиться, окунуться и поплавать в течение дня. Если мы говорим о водном размещении, есть просто водные виллы, да, с сеточкой над водой, 98 квадратов, очень такие классные, обращены в сторону заката, да, здесь очень красивые виды, они на самом деле действительно романтичные. Вот эти самые, знаете, такие популярные фотографии, когда вы сидите на сеточке с подушками, с одеялами, как будто вы только что проснулись, да, на Мальдивах и ночевали там. Это вот как раз-таки здесь можно добиться такого эффекта. Еще более романтичные, романтик-пул, вот, и виллос, извините, да, за тавтологию, это наши водные виллы с бассейном. Очень просторные, 110 квадратов, это крыло, где мы размещаем только пары, да, то есть заведомо никаких деток рядом с вами не будет, и вы можете насладиться вашим едовым месяцем или романтическим отпуском. Если 110 квадратов вы считаете, что вам маловато, можно выбрать Temptation Pool, вот, вилла, она у вас идет 220 квадратов, здесь у вас просторная дизайнерская гостиная с большой инсталляцией посредине, здесь у вас также и просторная спальня с круглой кроватью, да, и бассейн в два раза длиннее, чем в предыдущей категории, гнездышко для влюбленных, да, в каждой такой вилле у нас есть поиск к океану, ну и, конечно же, наша Лаксвилла, 360 квадратов абсолютного счастья и рая, да, для более таких люксовых, более VIP-шных гостей, поэтому если тоже есть желание быть, так скажем, более, еще более приватной вилле на воде, то такой вариант размещения тоже возможен. Здесь хочу дополнительно сказать, что у нас есть видео-обзоры, видео-визиты всех категорий номеров на нашей страничке в Инстаграм, то есть если вы зайдете на Инстаграм, найдете страницу «Лакс Сафари», то там в «Хайлайтс» есть прям в закрепленных, да, вот в этих вот видео, есть все видео-обзоры наших номеров, то есть если гость хочет посмотреть, как выглядит вилла, это можно сделать там, либо на наших YouTube-каналах, ну вот в Инстаграме там прям очень-очень стальные такие интересные обзоры, креативные. Что касается ресторанов и баров, да, тоже очень важный момент, потому что на Мальдивах, как вы знаете, один остров, один отель, поэтому важно, чтобы был большой и хороший, качественный выбор ресторанов и баров. В «Лакс Саф» у вас будет 8 ресторанов и 5 баров, да, то есть приезжая на неделю, вы, в принципе, можете кушать в разном ресторане, да, каждый день. Что касается шведского стола, шведский стол будет представлен в нашем главном ресторане «Микс», также здесь дважды в неделю будут проводиться тематические вечера, представлены в целом здесь кухни всего мира, да, то есть у вас такие, получается, станции, где мы готовим еду в режиме реального времени, чтобы все было максимально свежим, чтобы все было максимально горячим, чтобы вы могли насладиться вот этими мальдивскими, азиатскими, европейскими вкусами в полной мере. Еще один ресторан «Ист Маркет», который расположен над водой, он тоже будет открыт на завтрак, да, то есть на завтрак у вас будут две опции, это главный ресторан «Микс» и ресторан «Ист Маркет», а вообще ресторан выполнен в форме азиатского рынка, да, вот на верхней фотографии мы его увидим, тоже такие живые, live cooking station, еда готовится в режиме реального времени, классные виды на Индийский океан, и здесь не только азиатские специалисты, да, потому что на завтрак всегда партнеры уточняют, а есть ли европейский уголок, да, есть, и очень классно, что можно менять локацию, да, то есть один день вы «Микс» на пляже на завтрак, другой день вы над водой, можете видеть рыбок, и деткам вашим интересно, и вам интересно, и можно менять вот таким вот образом локацию. Рядом с рестораном «Ист Маркет» расположился наш «Ист Бар», каждый вечер здесь живая музыка, коктейли, можно тоже посидеть на сеточке над водой, посмотреть за морскими обитателями, все это подсвечено, все это очень красиво, поэтому тоже обратите внимание, да. На пляже чуть поодаль расположился бар и ресторан «Сенсис», ну, большая, конечно, часть он открыт у нас на обед, хотя если есть какие-то специальные запросы, да, или какие-то специальные праздники, свадьба, или, может быть, какой-то корпоративный ивент, то его тоже можно приватизировать под определенные нужды наших гостей. Здесь есть также уголок, где можно покурить кальян, ну, и вообще очень-очень вкусные блюда, больше с такой азиатской спецификой, поэтому вот тоже имейте его в виду. Бич Руж – это знаковый ресторан для цепочки «Лакс». Бич Руж есть, как правило, в каждом «Лаксе», это такой средиземноморский лаунч-ресторан-бар. Именно лаунч-ресторан-бар в нашем с вами понимании, да, не просто мальдивский танцы «Буду-беру», а лаунч-ресторан-бар, где играет диджей, где можно послушать классные треки, да, современные диджея, где можно потанцевать или просто посидеть с коктейлем на закате, дальше поужинать и еще потанцевать после ужина, да, то есть это вот реально такая классная, очень заводная локация. Здесь есть и «Джоспер Грилл», да, ну вот кухня средиземноморская, да, то есть такая больше в сторону легких закусок, пиццы, но вот мясо, морепродукты в «Джоспер Грилле», они божественные, поэтому тоже обязательно их нужно попробовать. И вот днем он больше идет, как, наверное, пляжный клуб, да, такой бич-клаб, а вечером вот именно лаунч-ресторан-бар. Вагун-бар открыт по большей части на обед, легкие закуски, салатики, пиццы, бургеры, кстати, безумно вкусный крабовый бургер, обязательно попробуйте, прям рекомендуйте вашим гостям, если они любят крабов, это вот прям локация для них. И «Вэлли» – бар, ну, бар и бестро, как мы его называем, да, у нас два вот главных бассейна – Сенсис и Вэлли, и рядом с каждым из них есть бар и ресторан, то есть тоже такие, знаете, более расслабленные, наверное, рестораны, потому что бывает так же, да, что в обеденное время вы или на пляже сидите, или около бассейна, ну, не хочется вам идти в номер, специально готовиться к обеду, наряжаться, там, вымывать песок, да, из прически вообще, вот. А вы просто хотите повязать парео, заказать себе что-то простое, легкое, и тут же рядом с детками, не отходя, да, от бассейна перекусить, вот, пожалуйста, это тоже возможно. А если тут же рядом, неподалеку расположен, поэтому все рядом, все здесь вешей доступности. И еще есть очень классная концепция Black South, называется Dine Around. Что это значит? Dine Around позволяет вам, допустим, вот, если мы говорим, да, о системах питания, если у вас полупансион, полный пансион, или all-inclusive, да, и у вас включен ужин, например, то ужин, ужинать вы можете в любом ресторане отеля. Единственное исключение будет аллегрия и умами, но вот шесть ресторанов из восьми, да, которые открыты на ужин, вы можете там кушать, да, в Mix и East Market, ну, там, поскольку шведский стол, да, вы можете кушать неограниченно. А в других ресторанах в меню всегда будет выборка блюд, которая специальным знаком обозначена, да, что они включены в вашу концепцию питания. Поэтому это тоже такой большой плюс именно в отеле Laks of Ariatol, обратите на это внимание. Что касается ресторана Aligria, он не будет входить в систему Dine Around, но если у вас, допустим, включены ужины, то у вас здесь будет скидка 30%. Это ресторан итальянской кухни, такой бутиковый, очень популярный. На ужин особенно здесь я рекомендую бронировать столики максимально заранее, да, потому что наши гости обожают его, здесь прекрасные виды, и, ну, атмосфера шикарная, кухня божественная, поэтому, да, наши гости его бронируют максимально заранее. И то же самое касается японского ресторана Umami. Все японские специалитеты, да, это суши, сашими, типа няки, работаяки, это все здесь есть. Наш шеф-повар устраивает прекрасное шоу каждый вечер, да. Ну, помним, этот ресторан у вас не будет входить в систему Dine Around, но если у вас включены ужины в Милплан, то у вас здесь будет 30% списка. Вот. Также можно организовать завтрак, обед или ужин в абсолютно любой локации острова. Это будет за дополнительную плату, особенно если у вас там какая-то специальная дата или юбилей, или годовщина свадьбы, или просто вы хотите сделать себе, да, такой подарок и устроить романтический ужин для вас и вашего партнера, вы можете выбрать любую точку на острове. Наша кофейня, Кафе Лакс, вот таким вот образом выглядит здесь, в этом отеле. Есть у нас также мобильный стенд, да, IC Parlor, который путешествует по острову и иногда удивляет наших гостей небольшими такими, да, бесплатными Ice Lollipops. Почему, собственно, нет. И очень, кстати, уникальные вкусы мороженого, да, различные, там, до 30 вкусов у нас есть. Это домашнее мороженое, которое мы производим сами. Например, есть мороженое со вкусом попкорна или есть мороженое, которое мы называем Black Hawaiian, да, Черный Гавайец. Поэтому, будучи на курорте, обязательно попробуйте самые-самые разнообразные вкусы и парфюмы. СПА-центр отеля удостоился неоднократно звания лучшего СПА-центра в Индийском океане. Действительно очень качественный СПА-центр. Продукция, да, мы уже о ней говорили, Лаксми. Ну и вообще, вот если говорить о наградах и признании, отель часто, да, упоминается в различных списках. Например, вот недавно проходили, проходила церемония наград Канденаз Тревела, и этот отель был удостоен строчки в топ-30 лучших отелей Индийского океана, да, то есть полностью регион Индийского океана. Из всех пятерок и пятерок Делакс, представленных на островах, да, таких как Маврики, Мальдивы, Сейшелы и так далее, Лакс Сауфари Атол занял 29-е место. Я считаю, что для просто пятерки это очень и очень достойная награда, особенно от Канденаз. Ну и самые главные, да, наши жюри – это наши гости, поэтому если вы обратите внимание на TripAdvisor, Лакс Сауфари всегда в топ-десятке отелей на Мальдивах, согласно отзывам наших гостей. И если мы смотрим по соотношению цена-качество, зачастую занимает первую-вторую позицию, поэтому обратите, пожалуйста, на этот отель отдельное внимание. Чем еще знаменит Южный Ариатол? Знаменит он своими китовыми акулами, да, как мы знаем. Здесь вообще, в принципе, богатая подводная жизнь. Есть у вас и манты, и черепахи, и рифовые акулки, и дельфины, но вот сюда, в Южный Ариатол, в первую очередь еду для того, чтобы отправиться на сафари с китовыми акулами, да. У нас есть Центр морской биологии на острове, морской биолог лично сопровождает вас в ваших поездках, да, китовым акулам. Можно взять с собой подводный GoPro. И, кстати, вот знаете, китовые акулки, они отличаются вот этими пятнышками на спине, вот как у нас рисунок на пальчике, да, так и у них пятна. Они для каждой акулки уникальны. И если вам удастся во время вашего сафари сфотографировать акулу, которой еще нет в базе данных нашего морского биолога, то мы туда ее обязательно внесем, и вы сможете дать ей имя. И будет у вас в Индийском океане ваша личная акулка. Вот. Детский клуб тоже очень-очень хвалят, очень позитивные отзывы по детскому клубу, очень позитивные отзывы по детским развлечениям, да, что немаловажно, потому что отель хвалят именно как активный, мальдивский и семейный отель. Тоже почитайте отзывы на TripAdvisor, и я думаю, вы будете приятно удивлены. Много различных пакетов у нас предоставляется, различных дополнительных услуг и для пар, и спа-услуг, и различные идеи для отпуска, которые можно реализовать. Курорт, кстати, был отмечен как один из топовых эко-курортов на Мальдивах, потому что мы установили в 2019 году самую большую платформу солнечных батарей в соленой воде, то есть все крыши у нас уже были заняты солнечными батареями, а сейчас мы начали осваивать и водные пространства, и вот на настоящий момент 30% энергии, потребляемой на острове, производится как раз-таки за счет солнца. Есть специальные меню для вегетарианцев и для веганов, они помечены у нас, Кинон Грин в наших меню тоже можете обратить внимание, и очень большая фото- и видеобиблиотека. У нас есть отдельный канал на YouTube, очень много качественного видео именно и по фишкам, и по отелям, и по бренду. Покажу вам, кстати, небольшое видео по курорту, потому что фото это всегда хорошо, но живая картинка порой достойна больше, чем тысячи слов. Включаю для вас видео. Ну и если вопрос есть, пишите пока в чат, после видео отвечу, ладно? Так, сейчас у нас подгрузится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 хоть он и поменьше, чем Лак-Сау, да, 660 на 110 метров, 6 гектар фактически, да, острова. Вижу вопрос в чате по поводу лаунджа. Смотрите, лаундж на прилет идет бесплатно. На вылет обычно мы лаундж не предоставляем, но если кому-то нужен лаундж на вылет, то можно организовать дополнительную плату для информации по этому вопросу, то, пожалуйста, тогда связывайтесь с коллегами из ПАКа, хорошо? Вот, возвращаемся к Лак-Снорс и говорим об острове, да. 6 гектаров острова, размещение есть как на воде, так и на пляже. Всего у нас 67 вилл, да, то есть такой более бутиковый остров. Видите, тоже по верхней части идет пунктирная линия, это как раз-таки идеальная зона для сноркелинга, то есть здесь проходит вот граница, да, нашего рифа, и здесь прям вот эта вот светло-голубая водичка переходит в темно-синюю, да, вот эта отвесная стена, где очень красочные кораллы, много рыбок, много черепашек, вот для сноркелинга прям самое идеальное место. Часто спрашивают, да, про домашний риф, как близко, как далеко, так вот прям с берега заходите с маской, с ластами, и прямо с берега поплыли, да. Вот в Южном, кстати, в Южном, вы меня не спросили про домашний риф, я вам не сказала. В Южном там два домашних рифа, один есть рядом с водными вилами, но мы про него так по-тихому молчим, чтобы не нарушать приватность гостей, которые живут на водных вилах, а на второй дважды в день мы увозим бесплатно на лодке. Туда ехать лодкой 10 минут, но там он такой более активный, более красочный. А здесь в Лакс Норс, прям вот с берега зашли, с маской, с ластами, и с берега поплыли. Есть что посмотреть, очень действительно качественный, красивый домашний риф. Очень интересная история с дизайном связана этого отеля. Когда мы связались с нашим сангопурским, да, бюро дизайна МИАЯ, они нас спросили, что вы вообще хотите, да, вот как вы видите этот отель. Мы говорим, ребят, мы хотим что-то уникальное, мы хотим что-то особенное. Мы говорим, вот представьте себе, вообще вот забудьте все, что вы видели до этого на Мальдивах, домики с соломенными крышами, там, вот что-то. Представьте себе Джеймс Бонда. Вот Джеймс Бонд, да, такой вот мэн, он любит все эргономичное, все красивое. Правильное, все такое, трендовое, модное. Вот он закончил свою очередную хай-тек-миссию, да, и со своей дамой сердца хочет вырваться куда-то отдохнуть. Вот куда бы он поехал, вот куда бы он захотел попасть, да. И Изабелла Мяя, да, которая работала над нашим проектом, со своим бюро, вот именно так там его представила. То есть это очень современный, модерновый, такой эргономичный дизайн. Чем-то напоминает, наверное, океанический лайнер, да, поскольку много таких округлых линий, вот эти большие панорамные окна от пола до потолка. И больше всего мне нравятся вот эти огромные террасы на крыше, да, которые как палуба океанического лайнера. Виллы у нас есть на одну, две и три спальни. Минимальный размер односпальных вилл, чтобы вы понимали, от 350 квадратных метров, да, терраса на крыше порядка 120 квадратов. Ну, то есть виллы просто бомбические на самом деле. В презентации есть планы номеров, можете более детально потом посмотреть. Двухспальные виллы по 680 квадратов. И есть у нас трехспальные ретриты, один на пляже, один на воде, практически тысяча квадратных метров со своим собственным спортзалом. Ну, они вот очень-очень красивые, тоже есть ссылочки на видео, потом посмотрим с вами видео в конце, увидите там и ретриты тоже. Виллы действительно уникальные, такого на Мальдивах еще не было. Высокие потолки, да, вот эти петлитровые. И мне кажется, что, наверное, это одна из самых высоких точек на Мальдивах, да, потому что мы знаем, что Мальдивы там, наверное, самая высокая точка над уровнем моря обычно метр двадцать, да, ну, плюс. Здесь, получается, с одной точки вы можете наблюдать и восход, и закат. Нужно просто до утра повернуть голову в одну сторону, вечером повернуть голову в другую сторону, и у вас и рассвет, и закат прямо перед вами, как на ладони. Одно спальные номера есть как на пляже, так и на воде, вот такие вот красивые они у нас на воде, двухспальные, четыре на пляже, четыре на воде. Ванные комнаты, да, очень стильные, чтобы вы понимали размеры, да, порядка сорока квадратных метров только ванная комната, да, у нас с вами студии бывают такого размера, да, квартиры, а тут только ванная комната, сорок квадратов. Большие террасы, у каждой виллы свой собственный бастейн, собственные дворецки, и у трехспального ретрита на воде есть возможность также причалить на собственной яхте. Вот как раз-таки Джеймс Бонд, наверное, прибыл бы именно вот таким вот образом, да, в этот отель. Пляжный ретрит. Вот если следили за нашим отелем в период пандемии, мы не закрывались. Отель был открыт во время, да, всего вот этого карантинно-пандемийного переполоха, и у нас в пляжном ретрите проживал Антон Беляев, если вы слышали, да, такой достаточно известный музыкант России, проект Spermate, если вы знаете, можете посмотреть, тоже его инстаграм, была такая забавная история, потому что он записывал новые музыкальные клипы, пока был у нас в отеле, и там вся команда отеля участвовала в этом, и было так интересно, и у него был, знаете, как вот на киношной площадке, да, такой стул, такой, знаете, как походный стул, да, деревянная основа, и вот эти вот брезентовые такие штучечки, и на спинке было написано «Директор», и он сидел там, раздавал указания, а его маленький сын, ему там было года 3-4, вот он ходил вокруг да около и говорит, вот я тоже, я тоже хочу быть директором, я тоже хочу быть директором, и наша команда хаускиппинга в итоге для него сделала такой маленький бэби-стульчик, тоже натянули ему сиденье, натянули ему спиночку вот эту, написали там «Директор», сделали ему мини-рупор, и, боже мой, он там потом бегал за всей командой отеля потом и кричал там, давал ЦУ, цельные, да, цельные, ценные указания всей нашей команде, что им нужно сделать и каким образом, ну, тоже такая достаточно интересная, и напоминающаяся история. Ну, и вся наша команда, естественно, участвовала в съемках клипа. Вот. Что касается ресторанов и баров. Три ресторана, два бара, кофейня, кафе «Лакс», главный ресторан называется «Глоу», обращен в сторону заката, находится рядом с нашим главным бассейном, здесь представлены кухни всего мира, а обслуживание идет больше по формату а-ля карт, то есть все самое свежее, приготовленное, доставленное непосредственно к вашему столу. Рядышком с ним расположился «Глоу-бар», тоже с видом на закат, да, и вина, и шампанские, и коктейли, вот все-все-все, с прекрасным, обалденным видом на Индийский океан. Над ними расположился наш перуанско-японский ресторан «Инти», безумно вкусный. Как они готовят мясо там в печи «Джостер», знаете, когда оно вот по уголкам такое зажаренное-зажаренное, прям хрустящее, а внутри еще розовое и мягенькое, ну вот прям, если ваши гости едут, пусть попробуют, креветочки они делают в печи «Джостер», вот прям пальчики оближешь, я вот от всего сердца рекомендую «Тивичей», если на закуску вы любите, да, вот рыбку. Ах, вот прям, прям вам надо там побывать. «Бич Ружб» тоже будет представлен в этом отеле, наш пляжный лаунч-ресторан-бар, да, средиземноморская кухня, диджей каждый день здесь играет, прекрасные композиции от нашего детей, отличное настроение и в обеденное время, да, и в вечернее время, очень-очень такое атмосферное место. Также можно организовать ужин в абсолютно любой точке острова. есть у нас и наша песчаная коса, неподалеку от острова можно устроить себе экспириенс в стиле Робинзона Круза, ну и на крыше, да, на крыше вообще полет фантазии не ограничен. Тут можно сделать и кино под открытым небом индивидуально, да, организовать дополнительную плату, можно организовать массаж, можно организовать завтрак, обед, ужин, можно устроить вообще вечеринку у себя на крыше. Ну, в общем, тут тоже ваша фантазия, как говорится, мы обязательно все для вас устоим. Есть комната для частных ужинов, барриум, да, если нужно провести камерное закрытое мероприятие. Она у нас находится на минус первом уровне, да, то есть под землей, но там такой большой аквариум во всю стену, очень-очень классно, атмосферно, поэтому если кто-то хочет сделать что-то очень приватное, вот такая опция тоже есть. Наш стенд с мороженым, да, ретро-стенд IC, мы маленькие гости обожают его просто, видно, мне кажется, по лицу этого малыша. Кофейня, кафе Лакс, вот таким вот образом выполнено в этом отеле. Наш спа-центр, вот, кстати, заметьте переход, да, в океане от светло-голубого к темно-синему, вот она прям, граница рифа, она вот прям в непосредственной близости, да, от берега и прям рядом, рядышком с отелем. Очень много спортивных развлечений, да, это и йога, и аэро-йога, и массаж, и все-все-все, что с этим связано. Много развлечений водных, это и джет-ски, и вот прозрачные каяки, да, такие ультра-инстаграммные, они у нас здесь тоже есть. Это и сноркелинг, и дайвинг. Для дайверов очень актуальны тоже подводные пещеры, потому что они есть далеко не везде, и это такой уникальный опыт для дайверов, поэтому если есть клиенты, опытные дайверы, тоже можете им посоветовать. Есть семисубмарина, стендап-паду, каяки. Ну, в общем, путешествия, да, чтобы посмотреть всех подводных обитателей, и дельфинов, и манта, там, и все-все-все. Ну, самые-самые разнообразные развлечения, да, на любой возраст. В прошлом году, на наш первый день рождения, мы сделали себе такой подарок, купили себе и лакшери-катамаран, и опять же, да, вот любые экскурсии на катамаране, выезд на закат, просто шампанского попить, выезд на обед, выезд на ужин, выезд на сноркелинг со своей семьей, можно даже на ночь, допустим, остаться на борту катамарана. То есть тоже самые разнообразные такие вещи. Детский клуб от 3 до 11 лет, очень тоже такой активный, ну, и маленькие детки, как мы знаем, да, тоже легко находят общий язык и новых друзей, и позволяет родителям, опять же, да, немножко побыть наедине, чтобы насладиться обществом друг друга, потому что Мальдивы – это и проромантик в том числе. Ну, и развлечения для подростков и для взрослых, да, это и кулинарные мастер-классы, и дайвинг, и еще многое и многое другое. Давайте покажу вам несколько видео, у меня есть два видео по этому отелю, коротенькие. Покажу вам видео, если какие-то вопросы еще остались, пишите пока вопросы в чате, ладно? Так, первое видео называется «Открытка из Luxe North Mali». Если бы вы были в отеле, какую бы открытку вы послали своим друзьям? Субтитры делал DimaTorzok «Открытка из Luxe North Mali» «Открытка из Luxe North». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok There's a house reef where I spend hours snorkeling. The sea is so welcoming. The underwater world fascinates me. It's like a city. I get from one place to another just like I would in Paris, on my scooter. The restaurants are... different? Boating is tiring. It's always nice to return to land and get some rest. The underwater world fascinates me. поэтому здесь коннекта невозможна, здесь можно только попросить, чтобы виллы были рядом, мы не сможем это прогарантировать письменно, но мы всегда вносим ремарки в каждый файл, если есть какие-то пожелания по стороне, там, сторона заката, восхода, что-то, что-то, мы стараемся их максимально учитывать, но письменно гарантировать, к сожалению, нет, не можем. Потрясающе, даже одному хорошо, да, одному хорошо, но Мальдивы – это, наверное, история больше про романтик и история больше про семью. Ну что ж, если вопросов больше нет, я говорю вам большое-большое спасибо от всего сердца, очень рада, что мы провели это утро вместе с вами, спасибо большое компании FAC за организацию этого потрясающего мероприятия, спасибо вам за ваше время, за ваше внимание, и очень надеюсь, что в ближайшем времени сможем приветствовать ваших клиентов в наших отелях, да, и, возможно, вы будете планировать рекламные туры, поэтому я вам говорю, до встречи на островах, желаю вам классного весеннего дня. Если нужны мои контакты, могу, да, дать свою почту, сейчас напишу вам в чате. Вот, но в любом случае, все материалы, все презентации, все видео у вас есть, возможность их просмотреть, скачать, ими пользоваться, если какие-то вопросы есть, задавайте обязательно вопросы коллегам из FAC Group, если очень какие-то узкоспециализированные моменты, можете адресовать их мне, но на самом деле коллеги из FAC Group тоже знают наши отели, не понаслышке, очень хорошо, давно успешно их продают. Спасибо им большое, на самом деле, за поддержку и за всегда хорошее внимание нашим отелям, ну и вам, соответственно, большое спасибо, что продаете, любите, предлагаете наши отели еще раз. Спасибо, хорошего дня и увидимся на островах. Пока-пока. Спасибо. 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 Спасибо.